Взвивается государственный флаг, звучит гимн России и напутственные слова организаторов и представителей местной власти. Идет торжественное построение в честь открытия регионального первенства по картингу среди школьников. Проходят старты в рамках ежегодных краевых соревнований по техническим видам. Они включают суда и авиамоделизм и, конечно, популярный у подростков картинг. При внешней индивидуальности этот вид спорта без сомнения можно считать командным. Без грамотной технической поддержки успех так и останется за поворотом. Очень часто механиками и тренерами у мальчишек служат собственные отцы. Вот буквально сегодня на соревнованиях я смотрю, что многие папы подъехали, помогают. И вообще говорят о том, что один папа у нас с Бородино сказал, я думал, в моей жизни мне уже ничего не нужно. Оказывается, ему нужны карты и картинг. Теперь сын подрост занимается картингом и папа, соответственно, тоже. Значит, моторы, рамы, шины, ну и так далее. То есть все вместе крутят, вместе делают, вместе занимаются. Участники в полной гоночной экипировке готовы взять штурвалы в руки и показать лучший результат. Заездов сегодня будет несколько в каждом из классов машин. Кто-то уже на старте, а кто-то готовит карт к рекордам. Минцевский двигатель, нет никаких переделок, все родное стоит. Просто что-то новое чуть-чуть поменяли. Рама бюрелевская, то, что уже усовершенствовано. Много что было переделано перед этими соревнованиями. А на нем только ты ездишь? Да, это мой карт, я его в одного делал, месяц собирал перед стартом, чтобы сюда только выйти. Сколько можно выжать, скажем так? Ну, выжать по прямой около ста можно, если постараться. Мальчишки, несмотря на июльскую жару, одеты в специальные комбинезоны и шлемы. Безопасность на таких состязаниях превыше всего. На больших скоростях и в полуспортивного азарта случается всякое. Поэтому одни из самых внимательных зрителей таких соревнований – пожарные и экипаж машины скорой помощи. Тем временем, взмахи знаменитого флага в черно-белую клетку знаменуют финиш первого заезда. В перерыве можно подумать над ошибками и выстроить стратегию на следующий старт. Держать хорошо позицию, ошибки находить, если там, например, на втором месте и там на первом. Надо знать, какие ошибки может совершить соперник. Тактика гонки у всех мальчишек разная. Кого-то выручает хорошая реакция и умение проходить повороты, не теряя скорости, а кто-то действует хитростью. Это спорт. Я приехал в Террин. Сначала, вот на старте, я обогнал 79-й. Потом он за мной ехал, ехал и вылетел. Потом меня догонял 88-й, он тоже вылетел. Человеку, непосвященному, сложно сходу понять все нюансы и особенности сложного мира автогонок. Одно, несомненно, увлечения это в жизни лишним точно не будет. Будем надеяться приявить положительные какие-то навыки. Будь они, не будут они великими гонщиками, как Сену или просто. Но, по крайней мере, будут в технике развиваться. Будут сами знать, что делают, привлекать друзей, общаться. Соответственно, подальше от улицы, где она практически не контролирует. Ксения Соковикова, Руслан Гущин, программа «Южные горизонты».